Музыка Традиционно в преддверии областной королевы спорта в 32 районах нашего региона проходят свои спортивно-культурные праздники. 15 и 16 июня юбилейная 45-я Спартакяда состоялась в селе Сергеевка Конечниковского района. Местные жители собрались в день открытия праздника на стадионе, где приветствовали участников спортивных состязаний всех девяти поселений. В разные годы чемпионами районной королевы становились команды Андреевского и Красовского сельских поселений и, конечно же, оконечниковского городского поселения – победители прошлогодних соревнований. В составе команды неоднократные чемпионы России призоры областных соревнований по локте. По традиции хозяева праздника в этом году спортсмены Сергеевского сельского поселения пронесли по стадиону факел и зажгли огонь районных соревнований. Очень приятно, что уровень вот этих соревнований с каждым годом растет. То есть мы очевидно видим, как улучшаются и спортивные результаты, и подготовка к этим соревнованиям. Здесь огромные слова благодарности, хочется сказать, главам районов и главам сельских поселений, которые стараются как-то мобилизовать свои финансовые ресурсы для того, чтобы обновить как-то спортивную базу, купить форму для спортсменов. Это очень важно. Первые медали королевы спорта Сергеевка 2019 разыграли на 100-метровой дистанции. На беговой дорожке стадиона определили сильнейших легкоатлетов района. Среди женщин быстрее всех оказалась Татьяна Лапова из-за конечниковского городского поселения. Среди мужчин Руслан Козий из команды Любимовского сельского поселения. Первый раз так выступил. Круто было, мне понравилось. Готовились серьезно, все тренировались, устали выступать. Пытаемся, чтобы занять первые места, чтобы были самые первые. В течение двух дней конечниковцы состязались в 10 видах программы. Самыми массовыми стали соревнования по легкой атлетике. Помимо 100-метровой преодолевали дистанции в 400 и 1500 метров. А также боролись за награды в эстафете, прыжках в длину и толкании ядра. Установка такая хорошая, доброжелательная. Мы очень рады, что мы сюда приехали. Каждый год добиваешься новых результатов каких-то. Допустим, в том году ты там стал хуже, в этом году ты лучше бьешь свои результаты. В игровых видах прошли состязания по мини-футболу и волейболу. По волейболу мы сколько играем, мы первое место берем стабильно. И вот в этом году тоже в очередной раз подтвердили. Принимаю участие для того, чтобы поддержать родную деревню. Я в ней родился, до сих пор прописан. Живет отец, тренер дополнительного образования от Аконечникова. И как бы выступаю за родину, за отца, за поселение. Среди прочих прошли также соревнования по палеотлону. Сильнейшего определяли в спринте, кроссе, стрельбе и метании гранаты. А помимо спортивной программы в селе Сергеевка в эти дни организовали уличные гуляния с ярмаркой и концертом. Сергеевцы всегда гостеприимные и всегда готовы принимать такие праздники на этой земле. Поэтому праздник, я вижу, удался. Начало есть, теперь только остается за соревнованиями и мероприятиями культурными, которые, ну, по крайней мере, украсят этот праздник. И для спортсменов, и для местных жителей Королева спорта всегда долгожданный праздник. Все интересно, все красиво, все очень хорошо. Нам нравится сам принцип вообще этого праздника, понимаете. Прошлый год же у нас был праздник, мы вообще поддерживаем это. По результатам всех состязаний победу в турнире одержали спортсмены оконечниковского городского поселения. Теперь сильнейшие атлеты района в составе сборной команды примут участие в областной Королеве спорта, которая в этом году пройдет с 4 по 7 июля в Русской Поляне. Редактор субтитров А.Семкин